Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Эксклюзивное интервью», которую веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас специальный гость эфира. Это профессор, дипломат, экс-посол Республики Молдовы в Китае Виктор Баршевич. Виктор Иванович, здравствуйте! Рада вас приветствовать в нашей студии. Добро пожаловать на РЕН-Молдова. Здравствуйте! Ты еще забыла сказать, что я специалист по черным дырам и темной... Я не шучу, это на самом деле... Ваши регалии, причем очень важные, можно продолжать долго. Время будет, я участвую в нем по космологии, по черным дырам всем. Я почему это говорю? Наша передача, судя по тем титулам, которые ты провозгласил, она будет касаться, как раньше говорили, Высоцкая лекция о международном положении. Вот. Но почему? Вот я упомянул эти слова. Черные дыры, темная энергия. Вы этим исследованием давно занимаетесь? Меня волнуют черные дыры в головах людей и темная энергия в их поступках. Так как мы находимся на РЕН-ТВ, а тут любят там нечто, связанное с мистикой, с оккультикой, вот я и подбрасываю эту тему. То есть, чтобы мы понимали, что все, что творится в мире, немножко попахивает черными дырами и темной энергией. Я думаю, что на эту тему мы проведем отдельный эфир. Сегодня у нас в геополитическом пространстве очень много интересных вопросов, на которые наши телезрители ожидают от вас услышать сегодня ответ. Поэтому начнем. Например, сегодня состоится встреча Путина и Байдена. И по мнению политологов, встреча должна стать началом переговоров о новом геополитическом переделе мира на зоны политического, идеологического, экономического влияния между державами. Поэтому хотелось бы у вас спросить. Что у нас сложилось мнение, что тут не очень более-менее. Я думаю, как бы, как бы, более так емко и коротко. И какое-то к нам имеет отношение, да? Какое к нам имеет отношение и каковы ваши оценки по вариантам переделки мира? Многие говорят, что это все будет распределяться влияние между главными сторонниками традиционных основ национальных государств, глобалистами, пытающимися уничтожить национальные элиты и создать мир под единым глобальным мировым, так скажем, управлением, который был описан его идеологом Клаусом Швабом. Какие оценки и варианты есть по действительно переделу этого мирового влияния? Почет творится на дворе. Да, что будет происходить? Как это будет происходить? Это будет происходить мирным путем или путем какой-то большой войны глобальной? Значит, политологи, как всегда, или лукавят, или тупят. Иногда и первое, и второе. Так кто из них тупит, кто лукавит, а кто прав? Я объясню, почему. Вот они как бы говорят, вот начало, передел мира не заканчивался никогда. Начиная еще с времен древнего Египта, Сирии, Рима. Мир все время переделывают, и к этому надо привыкнуть. Поэтому это никаким началом не является. Сейчас предсказывает какой-то более глобальный формат. Или это не так? Или это мистика? Здесь, понимаете, я вот внимательно слушал ответы Байдина журналистам и ответы Путина. Надо сказать, что и тот другой, они первоклассные политики, они знают, как отвечать на эти вопросы. Обычно, вот смотрите, задача политологов не в том, чтобы вам что-то объяснить. Задача политолога – провести линию своего руководства. Он за это деньги получает. И поэтому, когда политолог начинает… Это не только в Молдове, и в мировом сообществе, да? Да мы просто нищета рядом. Посмотрите на СНН, на всех этих площадках. Вы поинтересуетесь, какие у них месячные оклады, и все будет понятно, да? У нас какая страна, как такие политологи. Поэтому я вот, как мне довелось, на самом деле, вот я послом 4 года работал в Китае. Что такое Пекин? Пекин – это огромная площадка. На этой площадке встречаются дипломаты. Азии, Америки, Африки, Австралии, всех различных как бы стран. И только там я начал понимать, а я сам по профессии, я логик, математик, физик, вот это точные науки. А что касается истории культурологии, это отца наследство досталось, и поэтому пришлось в этом разбираться. Так вот, что я там понял? Я там понял, что то, что творится за кулисами, и то, о чем говорят журналисты и политологи, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому я что хочу сказать? Да, это некий этап, согласен. Долго не встречались, потом Трамп попытался встретиться с Путиным, его грязью облили с ног до головы. Ну, то, что нельзя Юпитеру дозволено быку, или то, что нельзя быку Юпитеру, значит, Байдену стало дозволено. И вот они и встречаются. На самом деле, о чем идет речь? О чем? Торг идет все время, передел мира идет все время. Просто настала пора, когда, скажем, два ключевых игрока, но за кадрами, третий, Си Цзиньфин, считайте, что он там присутствует, его как бы нету, но он там есть. Значит, у нас простая комбинация. Любовь на троих или вражда на троих, да? Америка, Россия, Китай. Если раньше между Америкой и Китаем был более-менее паритет, одни печатали деньги, а другие печатали продукцию, Россия где-то болталась там посередине, сейчас ситуация резко обострила. Слишком много напечатанных денег. Обеспечить их нечем. Экономика Китая идет в гору. Она уже и не так сильно зависит от Америки, как зависела раньше. Китай становится на ноги. И вот на кабинет, да товарищев американцев, я специально говорю, да товарищев, они все больше мне бывшие СССР, напоминают, да? Я всем родом из СССР. Вот, наконец, стало доходить. Ребята, мы что делаем? Мы чмоним Россию. Помнишь, Обама? Бензоколонка, шмолонка. А вдруг, оказывается, не совсем бензоколонка. А теперь обострение с Китаем, поэкономическим, политическим, по другим мир же делятся и всегда дерутся. Возникла вот эта ситуация. И вот американцы сейчас пытаются русских привлечь на свою сторону, чтобы их союз с Китаем каким-то образом разъединить. Вот что происходит в мире. Как это нас касается? Наши обыватели считают, да, при чем это нас не касается? Ну да, так обычно и разговаривают. Ой-ой-ой, еще как касается. Как, например? Очень просто. Это коснется ростом цен, уменьшением безопасности и массой других проблем. В том числе и в Приднестровье ситуация обострится. Вы понимаете, если договорятся, значит так будет. Не договорятся, будет хуже. А для кого хуже? Для нас или для Приднестровья? Украина возбухла. Зеленский. Ой-ой-ой, американцам, вы нас предали. Ребята, вы кто такие? Американцы посмотрели, парень. Указали на места. Еще вякаешь, глохни. И Зеленский, поляки было. Вот там вы тоже нас предали. Им сказали, ребята, так, тише, тут без вас разберутся. Вот. У нас та же ситуация. Нас вообще никто слушать не собирается. Нас никто не будет слушать. Мы не будем уважать сами себя. Если наш избиратель наконец-то не поймет, что суверенитет, который ему достался от предков, огромной кровью, потом и всем, если им на это наплевать, то так и жить будет. А как вы видите стратегию уважения у себя? Как мы должны себя вести между этих геополитических титанов? Прежде всего, человеку дан мозг от природы. Кстати, это единственное существо в природе, которое, а, заботится о родителях и обладает чувством юмора. Вот это очень характерно для гомо-сапиенс. Так вот, и, конечно, гомо-сапиенс. Это имеется в виду человек мыслящий. То есть нам голова дана не только, как пан Водрук говорит, вам зачем голова, я ею ем. И носить кепку, шапку или там прическу и так далее. Голова для того, чтобы думать. А думать надо всегда. И никогда не думай, вот у Хемингоя замечательный, не спрашивай, по ком звонит колокол. Колокол звонит по тебе. Виктор Иванович, переговоры с Байденом происходят, я напомню, в период активизации республиканцев и сил, стоящих за ними, на предмет пересчета голосов на прошедших президентских выборах. Отмена их результата, возвращение Трампа на должность президента. Вот ваш прогноз по этой ситуации. Какова судьба Трампа и Байдена? Ну как, тут понимаете как, тут что произошло? Демократам, а на самом деле не демократам, а тем парням, которые за ними стоят. Я имею ввиду финансовые группировки. В Америке на самом деле идет драчка. Между теми, кто печатает и орудует деньгами, и деривативами всякими, свопами, швопами и так далее. И теми, кто производит реальные товары, реальные вещи, реальные услуги. И что получилось? Трамп – это человек, который пришел из бизнеса, который знает, как строить, как это все делается. У него отели, все. Это бизнес, Семичок, какой серьезный состроитель. Это человек дела. А вот все остальные, Обамы, Бадины, они профессиональные политики. Это люди, которые никогда ничего не строили, ни за что не отвечали. Это профессиональные, так сказать, бла-бла-бла-бла. Но однако они сегодня пришли к власти. Нет, потому что за ними финансы, за ними такие группировки. Так вот, дерутся между собой финансовые группировки. И группировки, которые заняты реальными вещами. Считайте это и военно-промышленный конспец, и военные. Обратите внимание, военные, в возбухле, много обращений было от военных. Типа, вы что делаете, ребята? А во Франции, если забегать вперед, да? Во Франции группа генералитетов всяких, полуобратилась к Макрону. Типа, ребята, вы что делаете? Почему военные так себя ведут? Потому что военные относятся к военно-промышленному комплексу, к реальным вопросам и задачам. А финансисты торгуют воздухом. Вот надувают этих политиков, такие пузыри с важным видом ходят. Журналисты, которые там с экрана день и ночь врут, аналитики якобы и так далее. Ребята делают деньги, борются за власть. Только один раз попробовал Трамп, человек, представитель этого, высунуться, его сразу забили. Где-то видно, что президента США, Твиттера решили взять к их соцсетей. Где такое было в истории США? Значит, а теперь что получилось в Америке? А теперь эти ребята, Blacklight, Madden и все эти вот движения, левые и правые, все эти герои, революционеры. Кстати, хоть один из этих революционеров, кто за демократов голосовал, попал куда-то на крутые посты? Нет. Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать. И история начинается по новой. Выползают, значит, республиканцы из своих ниш, демократы перегруппируются. И опять все, вот как было, так и было. С некоторыми изменениями. То есть, только все будет повторяться, но с некоторыми значительными изменениями. Нет, изменения все равно происходят. Но изменения, внимание... А какова судьба вообще, в общем, Трампа и Байдена лично? Сейчас объясню. Вот смотри, в чем дело. Изменения происходят в так называемой основе. Это все... Маркс был прав. Это все остальное настройка. Что происходит внутри? Экономический кризис. В Штатах с невероятной силой развивается. Вначале думали, зальем деньгами, зальем тем-то. Не получается сейчас. Экономика начинает буксовать. Вот в чем дело. А в данном случае бойцами выступают... Ну, Советский Союз, как говорил, у нас, помните, политбюро по 70-80 лет. Это же США, да и Европа еще более похожа. Вот что происходит. Понимаете? Да, то коммунисты были, это капиталисты. А суть одна и та же. Правит политбюро, за политбюро стоит еще какой-то, да кукловодой. И эти два несчастных старика, ну, как несчастных, они с гонором, старики все такие, гоношисты и все, но они несчастные в каком плане? Байдену надо где-то на курортах быть, лечиться. А он, бедолага, вынужден разъезжать по миру, ввязываться в сложнейший. Почему? Партия сказала, Байден ест. Нет хорошей жизни, не было кого другого. Вот Байдена пришло. А Трамп? А Трамп. А как Трамп? Его же республиканцы не выдвигали, но потом, когда до них дошло, особенно до генералов, они говорят, да наш пацан, вы че, деловой он, толковый, малый. Вот, и Трамп вышел, а он и шоумен, они шоумен, шоумен, он сначала строитель, он сначала бизнесмен, а потом шоумен. И тоже, на старости лет, Трамп говорит, ребята, я не подведу, я вас, промышленников, военных, всех подниму на ноги, и пошел поднимать. Я там, Вашингтонское болото, блин, переблин, все, все, и чем кончилось? Чикам. Вот судьба двух стариков. Спасибо большое, очень интересно вы рассуждаете, Виктор Иванович. Значит, напомню также, что сейчас, вот как никогда, идет уничтожение традиционных ценностей, религии. Не только политики, не только система образования и средства массовой информации включились в эту разрушительную деятельность. Но напомню вам, что даже и сам Папа Римский, он выступает за признание нормой ранее недопустимых и особо тяжких извращений. И в писании запрещенных. Да, да. И вот в чем смысл этого? Кто за этим стоит? С какой целью вообще это все делается? Мне кажется, что этот вопрос даже куда важнее, чем вопрос, связанный с экономикой, политикой, встречается Байден, Путин, еще кто-то. Еще пострашнее вещи есть. Вот это те самые глубинные процессы, которые еще глубже, чем экономика, политика и так далее. Посмотрите, что такое. Вот представим себе, что нужно, по-простому буду говорить, капиталу. Что такое капитал? Есть какие-то ресурсы, деньги делают там деньги, ресурсы, ресурсы и так далее. Власть нужна как инструменту для того, что мы же сейчас должны понять, что две вещи движут людьми. Вот смотрим в интернете. Чего хочешь? Прослабиться. Хоть он там головой с балкона и ничего, а вот он щелкнулся и лайки пошли. Раз. А с другой стороны, больше его смотрят, всяких ротозеев. Значит, он смотрит, посещаемость такая, значит, уже реклама как-то, еще чего-то. То есть две вещи движут людьми. Желание прославиться и желание обогатиться. Это основные. Есть разные психи, там, со сдвижками. Есть еще такие, для которых главное ребенка вырастить. Вот это то, что дано. А ему говорят, какой ребенок? Да ребенок абуза. Это семья. Что это за семья? Рот, клан, предки. Что за фигня? Вот тебе, перед тобой экран. Вот тебе кнопки. Вот тебе пистан на дом. Вот тебе дама приедет, даже уже и дам не надо, там, электронная, что это такое. То есть из человека делают единицу потребления. Формируют индивидуалистское поведение. Даже не, не, смотри, еще хуже. Вот смотри, индивидуалист, это индивидуал, это личность. У него свое мышление, свой взгляд на бежи. Пусть неправильный, пусть дурацкий, но он все время анализирует. А здесь толпа жвачных животных, которым вот что, в башку загнали, вот они и будут. Завтра скажут другая. Вот как меняется мода. То Кока-Кола, то Пепси-Кола. Так политики. Вот сейчас этот модный, сейчас этот. Сейчас этот певец. Понимаете? То есть эта масса людей превращает в жвачных животных, которые живут в всякие вот эти гамбургеры, шмаргеры, и также идеи, и образы, и все. А что такое традиционная ценность? Она... Я, извините, Виктор Иванович, я продолжу тебя. Она на понятии ответственности. Я знаю... Ты отвечаешь, ты служишь семье, государству, людям, детям и так далее. Ты ответственный. А че, что ответственный? Че хочу, то верчу. Извините, а знаете, что вспомнила, почему я спросила про индивидуалист, индивидуалист и коллективное мышление. Я вспомнила встречу Путина. Она происходила где-то, проходила где-то три года назад с дипломатами иностранными и журналистами со всего мира. И тогда у Путина спросили, вот скажите коротко, емко, в чем все-таки идеологические принципиальные разногласия между Америкой и Россией? И тогда Путин, я вспомнила, ответил, что, знаете, вообще никаких идеологических расхождений нет. Есть принципиальные культурологические расхождения. И тогда я спросила, в чем они заключаются. Но он тогда ответил, что вот у русского человека есть принципы и жизненные устои коллективистские. То есть русскому человеку нужно что-то такое в ментальности, за горизонт уходящие. Американцы, они более настроены, учитывая их историческое происхождение. Там каждый за себя. Да. У них индивидуалистская больше теория. И даже тогда Путин напомнил, что... Из дома ушел, родители забыл. Помните, фильм «Унесенный ветром», как главная героиня говорила, что вены себе вскрою, но в нищете жить не буду. И то есть, в принципе, это он привел за пример индивидуалистской теории. Поэтому мне показалось, когда вы говорили, да, когда вы это говорили, я почему-то вспомнила эту большую пресс-конференцию с дипломатами и с журналистами. Ну, вы сказали, что нашим людям, да, важна какая-то ответственность перед семьей, перед государством, перед... А иначе жить зачем? Вы понимаете... А кому выгодно? Кому выгодно это все? Ну, вот смотрите, что нужно капиталу? Капиталу нужно потребление. Если нет потребления, капитал помирает. Нужны обороты. То есть, все время потребляй, еще больше потребляй, еще больше, и по большим ценам, и по термэры. Это как велосипед, который, если он не едет вперед, да еще не ускоряется, он грохнется куда-то. Это дорога в никуда. Это другой образ мыслей. Кому выгодно внедрить нам его? Как кому? Бизнесу. Бизнес живет на этом. Вот, посмотрите, все время там что-то новое. Стартапы, шмартапы и так далее. А когда смотришь, а что человеку надо? Покушать надо. Крышу над головой надо. Чтобы люди, кого ты любишь, которые тебя любят, были рядом. И не так уже много нам надо. И любимое дело. А тебе все время какие-то сникеры, шмикеры, какие-то новые жвачки, шмачки. Ну, посмотри, как дети легко покупаются и манипулируются на это все. Это ж круто! Это, я бы назвал так, это цивилизация, которая сейчас вот создается, дело не в технической базе, дело не в гаджетах, не в электронике, не в искусственном интеллекте, не-не-не. Выращивается какой-то новый тип, это цивилизация приколов. О, цивилизация приколов. Ой, как прикольно! Ой, как прикольно! То есть вы считаете, что это внедряется только с целью реализовать свои бизнес-интересы? Инфантилизм из людей делают маленьких капризулик, маленьких вот этих, я вас смотрю, внучок мой и внучка помню. Хочу, не хочу. Первые слова, которые произносят, хочу, не хочу. Вот она, движуха. А тебе говорят, вся твоя жизнь не в том, надо-не надо. А вот хочу, не хочу. То есть, Виктор Иванович, вы считаете, что это чисто бизнес-интересы? Ничего более? Здесь две вещи. Только бизнес. С одной стороны, это бизнес-интересы, да, безусловно, борьба за рынки, за влияние, за мозги людей. Это понятно, тут вопросов нет. Вот тебе идут с демократией. Ребята, какая демократия? Вы у себя дома посмотрите, что творите. Свобода, свобода, а что Асаныч тогда делает там и так далее, свобода? Да, бла-бла-бла, это все. Вот. Но публики с важным видом вещаются, все. На самом деле идет борьба за мозги. За мозги. Еще раз говорю, кто нужны? Послушные. Алчущие чего-то прикольного. Алчущие там славы, денег и так далее. А людей, которые бы служению, вот есть слово служение, вот берем мать. Мать, она что, за деньги, да она за ребенка любого порвет, она спать не будет, она ночей не будет, и отец за детей своих и так далее. В чем выгодны одни убытки? Но без этого человечеству путь в будущее заказан. А вот эта система развращения человека, она приводит к тому, что человек сам идет дорожкой к гибели. И те идиоты, которые развращают, не понимают, что они сами себя и свою систему ведут к гибели. Войны отчего возникали все и всегда. Очень интересно то, что вы заявляете, Виктор Иванович, скажите, а... Я не заявляю, я рассуждаю. Нет, очень интересны ваши рассуждения. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, что вы можете сказать, что ожидает Евросоюз? Распад, развитие? Понимаете, какая была идея Европы? Был такой мощнейший король, Карл Великий. И он решил стать императором. А для этого что надо было? Объединить территории современной, допустим, Германии, Франции, Северной Италии и так далее. Он их объединил, пошел к папе. А папа такой человечек, заплатили, уговорили, погрозили. Он его короновал в императоры Римской империи, германской нации. Внимательно. Вот первоначальный запас Европы. И все современные представители Брюсселя, вся европейская бюрократия, обязательно вам скажут, что это старые планы Европы, еще при Карле Великом. Все мы объединимся в одну дружную семью. Опять план типа Советский Союз, что-то похожее такое. И вот мы все европейцы, понимаете, все мы... Все очень красиво было на словах. А теперь что оказывается? Ага, есть страны первые скорости, богатые там. А есть такие там, какая-то Прибалтика, нищая, что там, Болгария, Румыния. Э, что, кто такие? А те все тут требуют каких-то подачек, кто-то... Ну, подкидывают им что-то там и так далее. И вдруг оказалось, что вот эта вся единая, вся красивая Европа, у нее начались свои экономические проблемы. Причем очень большие экономические проблемы. Да еще старшие товарищи из-за океана, да? Они говорят, вы что с китайцами? Ну, ни в коем случае. А что делать, если в Евросоюз из Китая огромные... Просто, не знаю, пароходы, там пароходы плывут с товарами и так далее. Те, соответственно, тоже продают куда-то. Это же кровь, это экономика, это не какие-то бла-бла-бла-бумажки. Вот. И тут возникают проблемы. А сейчас с коронавирусом, вон, Европа, считайте, триллион бумажек ничем не обеспеченных напечатала под будущее. Это опасные симптомы. Чем это обернется для нас, например? Для нас чем оборачивается? Для нас должно обернуться одним. Ребята, не стройте себе иллюзий. То есть, какие... Той Европы, что было 20 лет тому назад. Евросоюза вы имеете в виду? Нету. Вот я звоню, у меня же целая куча знакомых, ученых и так далее, дипломатах, в разных... Я говорю, как у вас дела? Они говорят, стало очень трудно найти работу. И стало очень трудно устроиться. И особенно перспектива для детей. Куда их пристроить, куда устроить. Шара закончилась. Ну, такие специальности там подмести где-то и так далее. Это всегда было нужно и так далее. А вот уже мечта среднего класса. На чем вся демократия всегда держалась, держится со времен Афин? На среднем классе. Где этот средний класс? Он истончается, истончается. Немного из них становится еще богаче. Остальная масса переходит в разряд. Так, на границе бедности идут, скажем, от получки до получки и так далее. И это во всем мире. Вот так. Шара закончилась. Сказки закончились. Для нас это означает, что вступление в Евросоюз в ближайшее время нам никак не светит. Нам не НАТО, ни Евросоюз не светит. Я объясню, почему. Дело в том, почему нам дали подписать эту фицульку, значит, знаменитую. Все там радовались, прыгали, скакали. Ну и что нам дал союз с Европой? Что мы рынки сильно там получили. Ну, безвязывая. То есть лишние люди, лишние рты имеют шанс пойти где-то устроиться, что-то заработать. И на Украине везде то же самое. Ну нет безработицы, Виктор Иванович. Меньше безработицы, разве это... Кто сказал, что на Западе меньше безработицы? Ну, наши люди-то находят там... А на какие работы они идут? Они что идут там? Ну, нет, конечно. Они что идут? Профессорами? Они там идут инженерами? К сожалению, наши профессора ездят и работают там. Они идут работать так, где попроще, где там какая работенка, где там в пиццерии, где еще чего-то. Редко кто раньше приехал, вот тогда лет 20 назад, себе уже ресторанчик какой-то открыл, кофешку открыл, там более-менее. А эти, кто приезжает туда, максимум, вот я кого знаю, хорошо устраиваются водители-дальнобойщики. Вот это... Ну, туда очень трудно попасть. Ну, вот это единственное, где на самом деле оклады приличные, все. Потому что за баранкой такую 40 тонн за спиной, это не так просто. А они работают, конечно, не... А старые там, где могут, где-то. К сожалению, с высшим образованием, с научными спинями. Конечно, конечно, по сравнению, как у нас, ясное дело, что там уровень зарплат выше и много чего-то другое выше. Вот, а сказать, что у нас там намного где похоже, ну, выживает народ как-то. У нас стареет народ. У нас сейчас предвыборная кампания. Многие политические партии идут с лозунгами, с главными лозунгами о вступлении в Европейский союз. Ну, некоторые об объединении с Румынией. Некоторые о вступлении... Это более радикальный такой путь. А некоторые заявляют о вступлении, о великом европейском будущем. Значит, я могу только одно сказать. Лохотрон никто никогда не отменял. Вот, ребята, то нам орали светлое будущее, там, при коммунизме сейчас орут светлое будущее. Вот оно нас ждет где-то там на Западе и так далее. Никто, нигде, никого никогда не ждет. Хочешь что-то сделать, у себя на родине делай. Вот борись за то, вот если ты избиратель, какого черта ты три раза избираешь этого несчастного мэра, который все спускал на карты, ну, это болезнь, ну, что поделать. Ну, вот перебирали мэра, вы имеете в виду столица Кишинева. Я хочу спросить, товарищи Кишиневцы не были, три раза, и вот избирали. Вот так. Значит, помните, мы говорили, Нина, в самом начале, что голова должна человеку не только, чтобы есть, не только, чтобы носить шапку, а и немножко еще задуматься, как, исходя из того, что у нас имеется в наличии, не ожидая, что кто-то нам поможет, никто, ни черта нам не поможет, как нам сделать так, чтобы и те, кого мы выбираем, и те, на кого мы надеемся, и те, на кого мы работаем, чтобы эти люди строили страну. Китаю, кстати, никто никогда ничего не подарил. Шуарали, коммунистическая страна, ничего вы от нас не получили. Рис ели раз в неделю, ячмень там и прочее. И посмотрите, что сейчас в Китае, я в Китае работал. Вот, пожалуйста. Но вы считаете, что Молдова сможет так же Китай? Любая страна. Вот пример. Мы обычно кричим. Вот эти традиционные, пора кончать. Куметру, шмонометру, родственник, ням и так далее. А что здесь плохого? Вон китайцы. Уже эти семейственники, уже эти клановики. А они что сделали? А, наш клан занимается торговлей. Наш клан занимается производством того-то. Наш клан другое. И поддерживая друг друга, китайцы поднялись. Опираясь не на идеи великого, там, Мао Цзэдуна. Они поднялись на другом. На чём? Дэн Саопин, тот бедняк, этот, коротышка, умнейший, когда Мао Цзэдун номер, фактически Китаем командовал Дэн Саопин. Он сказал, ребята, откройте форточки и выпустите на свободу души предков. Что они сделали? Обопритесь на ваши традиционные ценности, на связи семей, землячеств и так далее. Экономика Китая поднялась на традиционных ценностей. Поэтому китайцы никому не позволяют вот этот, разбрасывать все эти вот новомодную всякую эту чушь, что семья-то чепуха, что никому не надо. Каждый сам за себя. То есть вы считаете, что в принципе Молдове не мешало бы... Вернуться к традиционным ценностям на новом уровне, естественно, образованности и технологий, а другого пути нет. Или мы начинаем возвращаться к своим истокам и корням, ценить наших предков и то, что они для нас сделали, или будем вот так болото рассыпаться потихонечку. Виктор Иванович, вот тысячи военных подписали петицию Макрону о том, что страна находится под угрозой экономической, социальной и расовой катастрофы. Если коротко, ваше мнение о будущем Франции? Вы знаете, что... Мы, кстати, мы зацепили с тобой в самом начале эту тему. Вот Франция, например. В США военные, обратились в США. А почему? Кто такие военные? Военные – это люди дело. И еще одно. Военные имеют дело с солдатом. Его надо кормить, воспитывать, обучать и так далее, и так далее. То есть это не какая-то офисная пыль. Это не какие-то там мальчики, непонятно, не мальчики, или девочки и так далее. Это серьезные мужики с большим жизненным опытом. И они когда увидели, что в стране разваливаются традиционные ценности, когда они видят, что на церковь никто не смотрит, это, мол, все устарело, то не так, ценности все эти летят, они говорят, ребята, вы что, вы хотите, чтобы страна у нас превратилась в страну изгоя, чтобы она развалилась и рассыпалась? Уж они-то, имея дело с солдатами, с контингентом, они-то чувствуют, что происходит. А макарон, ну что макарон? Я, прости, я в шутку говорю, макарон, макарон, эминь. Вот. Ну что он может сделать? Ну, он вынужден лавировать туда. Стоило Макрону. Только заикнуться, что пора Европе осуществить старый план, иметь свои войска. Европе, не НАТО, а Европы. На следующий день желтые жилеты повысыпали, протесты. Да, 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 жестко было все. Только он картнул об этом, только мысль высказал. А с Деголем, что было в 68-м году, стоило Деголю выйти из НАТО, Франции, стоило золотой запас забрать назад. Сразу студенты, борцы за свободу и демократию. И генерала не стало. А Франция богаче стала жить? А студентам этим самым стало лучше жить? Я по наивности своей всегда в возрасте, так скажем, восхищалась этим движением. Я был революционером. Кто-то пошутил. Кто не был в молодости революционером и консерватором старости, ну, так это какой-то неправильный. Виктор Иванович, а в Германии что происходит? Например, на предстоящих выборах главными силами, напомню, претендующими на власть, идут традиционные консервативные силы, выступающие за сильную экономику, государственность и зеленые глобалисты, стремящиеся к уничтожению углеводородной экономики, переходы, так называемую зеленую экономику, начиная от солнечных батарей, ветряков и прочих альтернативных моментов. Почему вы так загадочно улыбаетесь? Я почему? Я когда слышу это движение зеленых, интересно... Но они сегодня занимаются очень такие серьезные позиции в Германии. Я объясню. Дело в том, что идет драка между промышленниками и бизнесом. Одни, которые ориентированы на традиционную энергетику, традиционные технологии, и сейчас появились новые ребята. Вот они, например, говорят, надо перейти на электричество. Пацаны, расскажите мне, специалисту, в том числе и в области физики, и квантовые, и космологии, и что угодно. В любом случае, я и политех заканчивал, и профессор в этих областях. Расскажите мне, пожалуйста, электричество вы откуда берете? Как откуда? Ветроки, солнечные батареи. Ну и сколько это в процентов? Раз, два, три, четыре и обчелся. В основном сжигание угля, мазута и прочих вот таких вот вещей. Никуда вы не денетесь. А теперь, зеленая экономика предполагает развитие искусственного интеллекта. Сколько уже жрет вот это вот компьютерное? Вот смотри, у каждой есть батарейки. Да, да, да. 10% мировой энергетики уже начинает пожирать вот эта электроника. Компьютеры и так далее. Вон майнинг знаменитый, да, делают электронные денежки, да? Вы поинтересуйся, как майнинговые фермы, где программы эти работают день и ночь. Сколько они жрут электроэнергии? А эти вот зеленые, греточка Тумберг, в школу лучше девочка ходила, немножко поучила географию, экологию и так далее. Мы планету там очистим. Как ты ее очистишь? Если ты на электричество ориентируешься, ты никуда не денешься. Тебе хочешь, не хочешь, придется и уголь жечь. Другое дело, что атомная энергетика, которую они же, экологи, чмонят, потому что за ними стоят другие группировки. Вот в чем дело. А ведь вот Фукусима, ах там то, в Америке, в Чернобыле. Посмотрела бы сейчас внимательно молодежь эту программу и вникла бы в те моменты, которые вы говорите. Вот в чем беда, люди, что не понимают. Они же более молодое поколение, они не верят в то, что... Молодое поколение. Могут стоять какие-то бизнес-интересные. Слышь, она считает, что... Вот я малый, помню, рассмешил гостей. Лет пять было, как моему внуку. Я нарисовал морковку. Это был кустик, а морковины, клубни, росли, как груши. И взрослые хохотали, я требовал, я никогда не видел, как растет эта морковь. Поэтому я представлял, что вот она, как груши, яблоки я видел в саду, как груши видел, а морковь как-то не довелось. И я нарисовал. Они не знают, откуда молоко берется, откуда молоко берется, из пакета берется. А в пакет она откуда... Деньги откуда берутся? Из тумбочки. А в тумбочку они как... То есть, понимаешь, отучили... А зачем это смотреть? Надо смотреть то, что прикольно. Цивилизация прикольная и лайки получает. Ваше мнение о том, кто победит в этой схватке предвыборной после выборов в Германии? И какова будет вообще судьба этой страны? У меня такое впечатление за Германию, я как-то спокоен. Пока немец работает, и пока немец придерживается традиционных ценностей, а в Германии они очень развитые, если немец делает какую-то работу, он ее делает не только за деньги, он ее делает на совесть. Дело в том, что эта традиционная мораль не позволяет немцу делать тяп-ляп. А у нас так. А никто не видит, краску стырил, то он что-то нахимичил и все. Ну вот такие мы, что делать с этим? Виктор Иванович, хотела бы также обсудить с вами немного Израиль. Вот конец эпохи Нетаньяху. Как известно, он оказывал сильные процессы на влияние в Украине. Так, по крайней мере, говорили все политологи. Какова, на ваш взгляд, его судьба? Также, как повлияет смена Кабинета министров на российско-украинские отношения? Может быть, лично на судьбу Нетаньяху и в целом на будущее Израиля и этого региона? Вот удастся ли вообще избежать горячей фазы войны с Ираном? Во-первых, я хочу, чтобы телезрители поняли, почему ты именно ко мне обратилась с этим вопросом. У меня мама русская, отец молдаванин. Я воспитывался в Бельцах. Это местечко. Интересное, да. У меня учителя в школе больше половины были евреи по национальности, которые заканчивали Сарбону, Гейдельберг, Санкт-Петербургский, еще тогда университет львецкий и так далее. То есть, казалось, городок небольшой Бельцы. Но вот это вот наличие мощного пласта еврейской культуры, мы все, пацаны, учились. У нас были такие вот учителя, исключительно порядочные, высокообразованные люди настоящей еврейской культуры. И мы вот, молдаване, там татары были у нас, поляки, там все бедские, я же молчу, молдаване из ближайших сел, мы все вот у них учились. Так вот, я два раза был в Израиле, и два раза, причем меня встречали люди в Израиле, что интересно, наши, как Высоцкий пел, там на четверть бывший наш народ. Так вот, что хочу сказать. Я с ними много рассуждал на тему, куда идет страна, что ее движет, что происходит и так далее. Нетаньяху прекрасно справлялся со своими задачами. Но рано или поздно наступает момент, когда общество начинает уставать от политика. Ну вот Маргарет Тэтчер выигрывает выборы, и через три месяца ее партия, что и она уходит. А ведь она для Британии сделала ее. Так и нетаньяху. То есть происходит что-то в обществе, меняется электорат чуть-чуть, меняются вкусы, взгляды. Вот, просто пришло время, чтобы ему уйти. Но это не значит, что ушла политика. А политика какая? Израиль живет в окружении очень враждебном. Но в последнее время наметились, вот между арабами, израильянами, наметились пути к тому, чтобы как-то примиряться. Жить-то всем приходится под одной крышей и так далее. Естественно, что и те, кто против вот таких перемен, что-то не нравится. Хотя Нетаньяху считается, что он крутой парень, но на самом деле весьма мудрый человек. Очень. Какая судьба его ждет? Ну как, я думаю, что и Трампа, и Байдена, и всех, ну, я думаю, пенсия ждет достойная. Потому что есть, когда пора уходить. Повлияет ли как-то вообще его уход из смены кабинетов министра в Израиле на украино-российских, скажется ли как-то на украино-российских отношения? Не, я думаю, почему вот для нас важна Россия. Вот мы же Молдова, мы не Россия. Но с другой стороны, мы все родом из СССР. Так? Худо, бедно, мы все бывшие республики. И у нас есть два пути. Или вот как эти прибалты на Украине, крайние вот эти сумасшедшие. Все прошлое плевать. Бандер, вон там, какого-то хоронили, не помню, там скандалы и того. То есть это, грубо говоря, возрождение фашизма, национализма разных вот таких экстремальных форм. Или мы начинаем понимать, что мы все вышли из одной державы, вышли из одной страны. Мы близки по духу. У нас старые связи, родственные связи. Вот у меня бабушка. Одна, значит, кладбище в Подмосковье. А другая на Украине, вот там, где молдавские села. Это вот Новоселец, вот Хатин, вот сюда и так далее. Не как быть. Одна бабуля в России, другая молдаванка, значит, по-моему, а я тогда где? А я кто? То есть нам надо восстанавливать. Потому что рвать и ломать ума много не надо. Связи надо восстанавливать со всеми. Виктор Иванович, по прогнозам ведущих геополитиков, Россия планирует восстановить свое влияние на страны бывшего Советского Союза. Вы с этим согласны или нет? Опять же, политологи мне нравятся. Она планирует. Она все время в России два направления. Одно прозападное, которое говорят, вот типа Козырева, Украины, Молдовы, Казахстан и Белоруссии, Прибалтики. Мы все вот светлые, это западные. И другая часть людей, которая говорит, ребята, так мы все были единым целым когда-то. Мы много помогли друг другу. Виктор Иванович, я напомню, что... Нет, слушай сюда. Вот две. Поэтому эта линия идет постоянно. Она не началась, не планируется. Там идет борьба между двумя. Я также еще отмечу, напомню, что не только, извините, Виктор Иванович, не только тут речь идет о восстановлении влияния бывшего Советского Союза, а речь также идет о бывшем Варшавском договоре. Некоторые другие страны есть. Как Варшавский договор, ты сначала этот Варшавский договор сдали, а теперь какой-то умник задний. Все, в одну и ту же реку дважды не войдешь. А вы, в принципе... Другое дело. А некоторые страны Европейского Союза есть? Смотри, здесь речь идет о чем? Если мы говорим о экономических союзах, их надо развивать. Они должны взаимодействовать. Ну вот есть уже Евразес. Нормально, и надо двигаться вперед. А что касается военных союзов, таких типа НАТО, я бы все эти НАТО, шмата и все другие виды союзов, нам нужен мир без военных союзов. Вот спокойнее жить будет тогда. А что вы думаете по поводу относительно восстановления влияния? Влияние, так оно никогда не прекращалось. Вопрос в другом заключается, что... Какая степень? Степень и отношение к этому. Дело в том, что... Давай посмотрим. Отношение российской молодежи к своему прошлому. Многие люди в ужасе старшего поколения. Они в ужасе. Да как вы хотите требовать от молдавской молодежи уважения к своим предкам? Когда у вас дома, посмотрите, какое отношение к истории России, когда и так далее. Да, есть какие-то... Воспитывает интернет, воспитывает ютуб, не забывайте об этом. Да, издеваются. Вон, в церкви можно на балалайке, там, с гитарой или галышом. Ребята, вы что, вы куда стремитесь? Увы, так. Вот так. Поэтому я говорю, это очень непростой вопрос. Начни с себя. Виктор Иванович, времени остается не так уж и много, но в завершении программы я все-таки хотела бы обсудить, какова судьба, дальнейшая судьба нашего ближайшего соседа Украины? Я говорил, могила, значит, моей бабушки, она в России, в Подмосковье, а другая, вот недалеко, вот север Молдавии сразу, вот село Динауц, это Новосельский район, это ныне Украина, это Буковина, это все куски Буковины. И я туда часто наезжал. Вот в последнее время, когда реже стало доводиться. Вот. И я скажу, мне совершенно не безразлично, что происходит на Украине. Я, например, очень много дел еще при советской власти, мы занимались космосом, мы занимались этими вещами. Мы очень тесно сотрудничали с киевскими институтами. Я, например, свою докторскую защищал в Венеции, там ракетостроение, там такие комплексы. И все это сейчас развалено, разваливается, распадается. Конечно, больно. Очень многие из моих вот этих знакомых, которые занимали посты, вот ученые, конструктора, они не то, что на пенсии, они на пенсии не могут жить, многих инфаркт хватил. Ну, когда ты видишь, что созданное тобой за всю жизнь разваливается, разворовывается, это ужас. А почему произошло? Щелкнул в голове один всего лишь выключатель. Щелк! И человек из нормального становится идиотом. То есть предки его, оказывается, это все неправильные предки, а фашисты, это молодцы, маршируем и так далее. Это беда. Это просто вон в Одессе, да? Взяли этих, как они говорят, колорадов пошли. Я одесситам говорю тебе, вот у нас тот да сего Виктор Иванович. Я говорю, ребята, всего лишь тысяча идиотов пришла в миллионную Одессу, и вы не смогли отстоять свой город. Что ж вы в жилетку плачетесь? Не отстояли свой город. А сначала не отстояли своих предков. Доблестных одесситов. Как будет развиваться там ситуация, на ваш взгляд? Ну, как пахнет, вот как и в Молдове, болотом пахнет. Что значит болото? Как-то не сказать, что бы, как бы, прямо уж там хуже некуда. Люди, люди выживают. Люди, как тараканы. Их не дуст там, не хлорка, их ничем не прожибешь. Где-то как-то человек, существо, были и похуже в времени. Но то, что на обочину истории отходим, перестаем быть личностями, сущностями, продаем свои суверенитеты за дежабу, за даром, свое право на свое слово. Перестаем уважать себя и требуем от других уважения. Вообще, если ты себя своих предков точно уважать будешь, с какой стати. Поэтому, если вернуться, вот тот второй вопрос, который ты подняла насчет традиционных ценностей, он один. Опять возвращаемся к нему. Если хочешь быть человеком, надо вернуться к своим истокам, то есть к старинным ценностям. У китайцев это Конфуций, у арабов это Мохаммед, у евреев это Моисей, у христиан у нас вот разных толков. Все равно это Иисус Христос, апостол Павел и все эти советы древние. Человечество ничего не может придумать, кроме как вот этих ценностей, это тон корней. А там гаджеты, шматы, луки, пушки. Последнее, Эйнштейну. Вот я работаю сейчас с уравнениями Эйнштейна, да? Вот по космологии. Вот я говорил, что у меня Конгресс сейчас в международное время. Эйнштейн как-то пошутил. Ох, мудер был. Его спросили такие журналисты, пронеры. Говорят, вот вы, отец чуть ли не атомной бомбы, ну не атомной формулы ЕМЦ квадрат где-то, ну не важно. Вот как вы считаете, какое оружие будущего, оружие будущего, а не Перёсман? Эйнштейн, мудрый старик, посмотрел на них, искал, говорит, ребятишки, я вам только одно могу сказать. Что я не очень помню, каким было оружие Первой мировой войны, Второй там, мировой войны. Вот. Ну а что будет, скажем, Третий, я думаю, опять вернуться к луку и стрелам. И дубинки. И вот мы смотрим фильмы «Предупреждение». Вот очень много американских, великолепных американцев фильмы поставили. «Мир после атомной войны». Вот эти несчастные... А, кстати, Ролан Быков тоже, эти дети после ядерной войны, он детишек. Во, 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 великий человек Ролан Быков, он играет этого учителя, у него ответственность за этих малышей. Но, Виктор Иванович, не оптимистичные прогнозы у вас? – Оптимистичные. Я о чём хочу сказать. Что человек, в отличие от тупой скотины, он обладает всё-таки способностью. Очень тяжело, очень трудно. Когда доходит до последней черты, он или в неё падает, или он... Великий Лао Цзи, китаец говорил, самое великое искусство в жизни – это знать, где и когда остановиться и задуматься. – И в завершении нашего эфира хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, какой может оказаться судьба Молдовы и Приднестровья по итогам вот этого нового геополитического передела мира. – Знаешь, могу сказать следующее. Конечно, нас с этим Приднестровьем пугают, запугивают и так далее. Я могу одно сказать. Были времена и похожи. Когда были времена похожи? Вот когда-то европейцы, как евроинтеграторы наши, да, вот там, казалось, вот должно было быть. А как-то Бог миловал. И сейчас то же самое. Потому что судьба Приднестровья зависит от двух факторов. Как договорятся Путин с Байденом, они командуют парадом везде. И у нас в том числе. Так? Это раз. И второе. Как мы сами к этому отнесемся? Если будут мутить в воду, и мы опять начнем на себе рвать рубаху и стрелять друг в друга, так нам и надо тогда. И туда нам и дорога. А если мы умные люди, и пойдем голосовать, вот сейчас выборы, за кого голосовать, за тех, которые беспокоят, судьба страны, судьба нашего культурного, традиционного фонда, не важно какой ты национальности. Ты можешь считать себя молдаваном, считать румыном, гагаусом, болгарином, цыганом, евреем, армяном, кем хочешь, украинцем, русским, кем хочешь себя считать. Но ты должен знать, это твоя родина. Родина своя мать. А мать не выбирают. И если тебе судьба этой родины небезразлична, и ты слышишь, что вот тот политик, тот политик, но он движется в эту сторону, сохранить родину, сохранить традиции и так далее, голосуй за него, за кого за тобой выбор. А если ты слышишь такое, да что это нам, да мы тут отдать. Ни в коем случае эти уже поруководили страной, лет 10. И мы видели. Историю успеха, да? Да, боролись, вот сейчас тоже борются с коррупцией. Те тогда боролись с коррупцией, что сначала латырили миллионы, потом десятки, потом сотни, потом миллиард стырили. Это не так разогнались бороться с коррупцией. И чтобы вот это росло. Никогда не верьте, люди добрые. Когда вам начинают, говорят, что кто-то за сильно за демократическую свободу, а кто-то сильно борется с коррупцией. Не верьте. Потому что демократия, свобода и коррупция – это совершенно разные вещи. Вы поймите простую, простую вещь. Что такое слово коррупция? Это древнее, латинское. Называется «corrupere». Это что? Разрыв. То есть, когда надо делать то-то, то-то, а ты за взятку или за какие-то услуги это не делал. Поэтому везде всегда воровали, везде всегда коррумпировали. Что в США, что в России, что у нас, что в Китае. Вопрос о масштабах – раз. И вопрос о том, есть немножко совести у политика, что он кроме себя и своей семьи немножко думает за народ. И у кого есть опыт, а то развелось очень много болтунов, которые в своей жизни ничего никогда не построили, ничего не сделали, никого не вырастили, а берутся руководить страной. Вот этого нельзя. Виктор Иванович, спасибо вам огромное за интересную беседу, за исчерпывающий ответ. Я думаю, что мы не раз еще в рамках этой студии, в стенах этой студии встретимся и подсудим с вами не только геополитическую, но и текущую политическую ситуацию. Я единственное за что хотел извиниться немножко за то, что я мужик такой заводной. Но у меня бельское воспитание, я родом из Бельска. И у нас как-то с детства было принято так. Мы жили, было в 1953 году, когда выпустили зэков и политических, в Бельсе особый город. Их там было... Вот в Бендерах нельзя, в Террасполе нельзя, потому что зона 101 километр. А Бельсок можно. И я воспитывался среди людей от таких отбросов, что ой-ой-ой, до людей очень образованных. И еще учителя вот этих в нашей школе, евреи, вот эти воспитываются. Я насмотрелся всего. У нас принято так. Если я иду с девчонкой, и ее кто-то оскорбляет, он получит морду. Я знаю их больше, они меня достали. Я иду с другом, на нас напали, мы спина к спине. И мы защищаемся. Мы вот так воспитаны. Если бьют слабого, мы пойдем и набьем морду тому, кто это делает. Потому что этого делать, если еще нельзя. Поэтому вот у меня еще в характере вот это. Высокий уровень правильного воспитания, поэтому... Ну, он зашкаливает иногда, бывает. Ну, прошу прощения. Виктор Иванович, огромнейшее вам спасибо еще раз за участие. До скорых встреч с вами, дорогие телезрители. До скорых встреч с вами. Я напомню, что в эфире была программа «Эксклюзивное интервью». Сегодня гостем эфира был профессор, дипломат, посол Республики Молдовы в Китае Виктор Иванович Баршевич. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. А я вам напомню, что в записи эту программу вы сможете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рен Молдова», а также самые интересные фрагменты интервью на нашем телеграм-канале «Нина Демогла». Оставайтесь с нами.